Начну этот влог всяких технических подробностей. Во-первых, повесил полку. Обратите внимание, справа у меня тут кинетик стоит. Я его сегодня настраивал. И, наконец-то, у меня на двух телеках теперь работает ютубчик. Пришлось купить тачку за рубежом. Ну, не ту, которая на колесах, которая проводком подрубается. Все там настроить. Потом эти настройки перенести в роутер. И распределить трафик так, что именно на телеке он ходил по определенным узлам. Но детали рассказывать не буду, потому что сейчас это противозаконно. Ну, давайте протестируем. Нагрубаю какой-то ролик. Да, все, он загрузился. Скорость очень высокая, ничего не тормозит. Это счастье и радость для нас. И обратите внимание, у нас саундбар. Я его купил где-то в январе, об этом вообще не рассказывал. И вот тут еще две колонки. Очень кайфово вот здесь сидеть. Звук 5.1 получается. Все, круто. Очень круто. Надо потом маме помочь с этим. Ну, а сейчас мы поедем в СДЭК. Там приехали еще две посылочки. Потом к маме. Надо ей кинопапу настроить. И еще кое-что. Об этом опять же не могу говорить. Ну, и поедим, кофейку попьем. Как-то так. Обычный домашний влог. Забрал две посылки. В одну у нас присоска для GoPro. Да, для любой экшен-камеры. А во втором защитка. Ну, такая же силиконовая для экшен-камеры. Вот эта детенка, да? Ага. А присоска? Ну, бушную взял. Аккуратно. Это да. Вот запаковал-то, а? Тут столько пупырки лопаешь. Если вообще. Говорят, крепкая. Вот, ничего себе. На картинках, я думал, она меньше. Все, ну, вот так вот. Или на стекло. И можно будет снимать. Говорят, даже на кузове легко держится тачка. Если обезжирить место и ее прилепить. Ну, соответственно, и саму присоску обезжирит. Но она такая. Видно, чтобы ушная. Видишь, пожелтела немножко. Знаешь, сколько пупырки нужна она тебе? Не выбросить нахрен. Ну, давай, с тобой тут. Так, и убираем ножны. Все. Ну, и вот тут есть еще немного. Если это нужно тебе. А, потом выбросим. Ну, короче, кайфово. Я доволен. Спасибо. Как оно тут? Крубится. Так. Прижимается. Все крутится. Ну, и под любым углом можно, если что. А, все понятно. Можно я так тестера прилеплю? А, вот здесь держится вообще очень крепко. Но она точно не свалится. И вот под любым углом, как тебе нравится там. В общем, это все нужно переставить. Подкрутить. Я думаю, удобно будет. Оп. Ну, че, давай, снимайся. О, переедем к маме. Ну, и поесть надо. Интернет работника вызывали для починки ютуба и кинопаба. А, вон ты, я тебя вижу. Вижу. Открывай. Сейчас, подожди, я уже вижу тебя тоже. Давай, открывай. Сейчас открываю. Помните, я рассказывал, что Катюшка с покупками приехала. Вот еще и новые шамы не цепила. Прикольные. Так скоро будет не с подручными ходить, потому что уже прохладно. Науки 20 градусов. А, да, это тоже красиво. Я подарила. Очень красиво. А мама у нас там поливает цветочки. Ма, а че поливать? Холодина такая. Холодина, зачем? Холодина. Ну, заберется. Плевновых джейсов. А это кадры для тех, кто соскучился по московским поясничным клеткам. Красиво, как свет бьет. Ну, все, идем настроиться. Ну, все, Тёма будет счастлив. Он еще об этом, конечно, не знает. Но скоро вернется с Покатушкой. Офигеть. 100 рублей. Или сейчас отключу. Мне один клик нужен. 100 рублей. Ага, нет. Нет? Нет. Я открываю ноутбук. Нет, нет. Мне один клик сделать. Один клик. 100 рублей. Давай. Я видел, у тебя есть. Никто ж не поверит. Все, забираю за работу. Работа сделана. Мама счастлива. Тёмик счастлив. Плюс мы посмотрели мультик. Гадкий я. Четвертую часть. Покажи, что тебе Тёма собрал. Ну, как, в смысле, ты уговорила очень сильно его. Там одна подделка моя, другая Тёма. Вот то, что я просила собрать Тёмика. Я его очень просила. Собери мне сердце. Ой, как он ныло, а. Вообще. У меня детали нет. Не-не-не-не-не. Не хотел расставаться с ними. А вот то, что я собрала. Гитара. Да, прикольно. Я всё думаю, что так холодно на улице. 14 градусов. Как сделал. Время пол первого. Мы приехали к дому. И очень долго искали парковочное место. В итоге ничего не нашли. И оставили тачку у пятёрочки. 7 минут теперь идти до дома. Давненько я такого не видел. Даже в период сильного снегопада. Вот прошлой зимой. Такого не было. Мне придётся тебя потом просить, чтобы ты меня на тачке довезла, блин. До пятёрки. Ну, ты, скорее всего, сам за дынёё пойдёшь, потому что я завтра поеду в Брянск на своей. И ты, волевый, точно воспользуешься за два дня. А ты всё-таки поедешь? Ну, скорее всего, думаю. Во сколько? Не решила ещё. Ну, ясненько. Ну, я с тобой всё равно дойду. Если у меня звонка не будет. И ты меня довезёшь. Ура! Пятница. Рабочий день закончен. И у меня есть ровно две задачи, которые я сейчас хочу сделать. Во-первых, сгонять к брату и помочь с его сетевой инфраструктурой, чтобы парень кайфовал и нормально смотрел YouTube и заходил на различные ресурсы. У меня есть вот такой роутер. Это Asus RT-AX92U. Я там всё подниму, настрою, и он будет кайфовать. Опять придётся купить виртуалку, один гиг, оперативы и одно ядро с каналом 10 гигабит. В общем, ему хватит. Прямо 100%. Ну и второе, надо съездить постричься. Сейчас мучительно долго буду идти до тачки, потому что в предыдущем кусочке, я вам рассказывал, поставил её в жопе мира, возле пятёрочки. Поэтому 7 минут сейчас придётся пройтись. Ну, благо, погодка хорошая. 23 градуса, светит солнышко. Вот такой кайф. Это, конечно, радует, потому что дожди за-е-бали. А ещё я вам давненько не рассказывал про работу. Скоро уже сентябрь, и я собираюсь выйти на Гембу с Додо Пиццу по курьерю. Это дело добровольное, нас никто не принуждает. Я хочу вот сюда, на рюкзачок, потом повесить камеру и записать несколько видосов, как всё происходит. Я думаю, будет достаточно интересно. Дома дубак, а в машине 1500 градусов. Открываем окна. Дышать невозможно, честное слово. Андрюш, привет. Привет, Дим. Как дела? Как дела? Ничего, на работе как сам. Это отлично, что на работе. Знаешь, что... Племянник был. А, да, постриг? Да, я его постриг, расточком ушёл, я ему новую стрижку сделал. Отлично. А мне новую стрижку сделаешь, если я к тебе сегодня приеду? Приезжай, разберёмся. Мне Дима сказал, что ты сегодня приходил стрижься и просил причесун, как у меня. Да. А почему раньше не говоришь, что нравится? Я не знаю. Ну чё, мама, это мне с собой-то даёшь? Это... Тёме вещи. А, Тёме вещи. Да. Ага. И самокат, он складывается, я надеюсь? Да, складывается. А, хорошо. А то не поместится. Всё, дела сделаны. Тёмика с роутером передал брату, как бы странно это ни звучало. Потом мы с мамой немножко покатались, заехали во вкусные точки, слопали по мороженому, заправились. И сейчас я направляюсь домой. Буду читать телегу, немножко поиграю, ну и потом спать. А завтра уже суббота. Пока не придумал, какие у меня будут планы. Но об этом вы узнаете уже в следующем влоге. Это получился достаточно коротким. Но я, опять же, такими быстрыми итерациями стараюсь выкладывать ролики. Субтитры сделал DimaTorzok